ребята всем огромный привет сегодня мы рассмотрим вот такую коробку заказывал я ее как вы уже видите на сайте беру почему я заказал эту посылку на сайте беру мы с вами сейчас рассмотрим и так ребят почему я собственно и заказал на беру этот шнур и эти блесна потому что погуглив на ю тубе до посмотрел отзывы я нашел сайт этой компании да вот перешел на него почитал информацию про этот шнур там про их линейку вообще вот у них тут есть каталог то есть у них есть силиконовые приманки воблеры там блесна потом плетеные шнуры ну собственно я вот и остановился на плетеных шнурах так как я искал именно его и здесь вот есть разные у них линейка этих шнуров и меня заинтересовал именно вот этот вот план контакт 4 жильный тут вот есть про него описание и собственно цена наличие размотка 4 жилы здесь вот есть то есть его модели по разрыву сколько килограмм какой диаметр вот я взял вот такой вот 0 и 5 п е собственно 2 и 9 килограмма вот стоит у них на сайте 600 рублей здесь как-то я не нашел как купить да то есть я нажимаю а он не реагирует и как таковое корзину вот я тоже здесь не увидел потом перешел я вот почитал информацию перешел на где купить и здесь вот есть информация где купить то есть или озон или беру спиннинг-лайн рыбалка шок ну мне ближе было рыбалка шок так как я там зарегистрирован уже покупал несколько раз есть там хоть и небольшая но скидка вот я перешел по этой ссылке но его не было в наличии именно 0 6 какой я хотел потом я пришел к выводу что мне выгоднее купить наберу так как я там уже зарегистрирован и имел дело с этим сайтом перешел я к их продукции здесь тоже вот представлены несколько моделей воблер резина то есть тоже плетеные шнуры собственно колебалки вот кстати и цена колебалок вот около 200 рублей или балки эти стоит ну довольно таки будет же бюджетные у них продукции вот и вот этот шнур вот я купил то есть который хотел я так и нашел здесь он также как и на сайте указан 600 рублей вот и я его добавил собственно в корзину оплатил все и вот здесь он отслеживался у меня то есть мой заказ вот его номер здесь отследить и вот касаемо сколько дней обрабатывался то есть я создал заказ 12 мая да вот обрабатывался он день и 13 уже его отдали на доставку вот на третий день получается до его уже доставили утром то есть вот такой вот сайт беру до собственно с ними можно иметь дело довольно таки все быстро у них обрабатывается и доставка у них бесплатно здесь вот они дают определенную скидку на какие-либо виды товаров или услуг то есть на доставку там и или например на скидку от определенной суммы вот собственно вот так вот я попал на сайт беру и поэтому я там заказал этот шнур это не реклама там а именно этого шнура или сайта беру сразу хочу оговориться вот что это я все купил за свои деньги то есть и никого я тут не рекламирую а то начнут там писать в комментариях рассказываю вот как было что купил почему я там купил сколько это стоило вообще на сайте беру обрабатывается там в течение нескольких дней в зависимости от загрузки доставка у них в принципе быстрая сейчас мы рассмотрим содержимое это посылки то есть это продукции компании а им вот если я правильно читаю вот здесь написано что за компания и название шнура не знаю насколько передает камера взял я шнур взял этой же компании блесна и больше ничего нет коробка здесь не трепыхалась и еще одна блесна в общем то рассмотрим блесна поближе заказал я эти блесна чисто говоря в нагрузку вообще искал я шнур вот как всегда на просторах интернета искал бюджетный шнур тонкий для там ультралайта лайта вот ну с уклоном на форель там на акуне знаете ну на маленькую рыбу так скажем и попался мне вот такой шнур то есть он называется ван контакт 4 жильный компания а его если я правильно произношу здесь у нас размотка получается 150 метров ну собственно все характеристики вы видите на экране вот отзывы в принципе о нем ну неплохие да за такие деньги он до 1000 рублей стоит вот а так как там доставка бесплатная я их же блесен там нашел на сайте беру сейчас мы начнем с блесен он поближе их рассмотрим блесну тоже недорогие собственно поэтому я их и взял нагрузку решил так сказать проверить такая вот подложка покрытый лаком взял несколько лицов вот это у нас четыре с половиной грамма весит хотя здесь логотип окой вот если видно логотип окой вот если видно хотя упаковка компания аль ну не знаю возможно это у них какое-то совместное производство ну в общем то будем пробовать и тестить какой тоже вроде бы неплохая компания есть у нее тоже также хорошие продукции тем более цена этих блесен совсем небольшая это вот такой вот уже вариант здесь также логотип окой но уже такой стальной цвет то есть металлический блестящий ну и последний у нас блесна 3 на это и другая модель получается вес у нее 26 грамма уже вот такой вариант такой вариант все они глянцевые то есть покрыты лаком и на них на всех написано логотип окой ладно блесна это блесна у меня в приоритете был шнур собственно из бюджетных это наверное самый бюджетный тонкий шнур который я пробовал что я могу о нем сказать так визуально очень тонкий плетение у него плотно и так визуально обычный нормальный шнур не знаю как он будет на разрыв вообще заявлен он 2 и 9 килограмма 06 то есть я брал так с запасом вот и надеюсь что он оправдает что удобно у них 150 метров размотка то есть на катушку будет бэкинга не так много крутить но у них линейки есть такой вариант шнура и тоньше там не только предпредставлен именно такой шнур да ну такая модель шура там есть и другие также шнуры то есть там для фидера разные диаметры вот но я брал как бы именно с уклоном на форель микро джек там light ультралайт и собственно остановился вот на этом сейчас мы его попробуем мы привяжем то есть кантуру и я надеюсь что у меня получится его проверить на разрыв ну хотя бы примерно я привязал еле-еле шнур ребят очень сложно блин привязывал развязывается и все тут вот кое-как привязал очень много витков пришлось делать и попробуем его потянуть оторвался ребят по узлу по узлу дубль 2 тоже по узлу ребят вот сейчас я попробую зафиксировать без узла то есть там не знаю попробую изолентой да и также попробую порвать сколько у нас получится на разрыв уже посмотрим ну и третий раз пробуем здесь я уже замотал изолентой то есть без узловое соединение и здесь тоже у меня узла нету на карандаше ну попробуем потянуть 2 и 9 не порвал просто тяну я с некоторым опасением боюсь сейчас вырвется и я что-нибудь свалю попробуем сейчас еще раз 26 чем-то да ну тоже вот оторвалась по изоленте где была намотана изолента там собственно и оторвалась понятно что это тест так для наглядности скорее всего не совсем правильный но сам факт что разрывная нагрузка очень близко к заявленным это уже не может не радовать поэтому по возможности я его этот шнур поставлю на катушку и уже буду тестировать непосредственно на водоеме ну вот оторвалась прям по намотанной изоленте ну и в завершении ребят прошло что я могу сказать разрывная нагрузка показала что она близко к заявленной да то есть хоть этот тест и не совсем правильный скорее всего да но все равно ради интереса мне вот и хотелось попробовать вот и опытным путем мы выявили вот такие вот параметры до которые показал у нас кантер вот плетенка гладкая очень сложно ее привязать да то есть развязываются узлы очень много надо витков делать вот у меня он развязался то есть несколько раз вот из пяти раз у меня получилось завязать два раза вот остальные вот тяну да и он развязывается пузу нужно там допустим обычно я привязываю там витков ну делаю там около десяти до 8 10 вот так вот а это у меня получилось я делал 16-17 то есть вот тогда он как бы затянулся нормально а что касаемо блесен ребят ну тоже они сейчас сложно судить вообще на первый взгляд сделано качественно покрытый лаком как бы фурнитура тоже качественная довольно таки острые вот они за ног и цепляются на раз-два то есть по сравнению там с какими-то брендами тоже сложно судить да то есть такими блеснами я вообще еще не ловил но у них и цена в принципе бюджетные вот так что их тоже надо пробовать ловить на них если что-то на них упадется вы обязательно увидите в моих видео собственно вот и все что хотел вам показать всем спасибо кто смотрел поддержите подпиской лайком всем здоровья и удачи трофеев ни хвоста ни чешуи ребят пока